Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. И я, ее ведущий Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи посвящена вопросам соблюдения законодательства при уплате алиментов. Практически каждый из нас может столкнуться с ситуациями, когда родители или кто-то из них забывают о своей обязанности по содержанию своих несрочнолетних детей. Причины могут быть разными. Безответственность, злоупотребление спиртными напитками, другая семья и нежелание содержать детей от другого брака, непризнание своего ребенка, особенно если он родился вне брака, и другие. Ввиду отказа содержать своих детей одним из родителей довольно часто эти проблемы тяжелым временем ложатся на другого. Защитить права своего ребенка в этом случае может показаться делом непростым, ввиду отсутствия достаточных правовых знаний, знания правоприметельной практики, сложности морального характера, отсутствия времени. Но сделать это на самом деле можно, так как соответствующие правозащитные механизмы существуют. Об этих механизмах мы и сегодня поговорим в нашей передаче. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по делам несрочнолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики Алексей Александрович Алешев. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Сегодняшняя передача у нас посещена вопросом соблюдения законодательства при выплате элементов. Тема довольно-таки, к сожалению, актуальная и не перестает быть актуальной на сегодняшний день. И вот хотелось бы узнать, какова статистика в нашей республике, чтобы действительно понять, сколько же у нас находится на исполнении у судебных приставов-исполнителей документов об выплате элементов. И чтобы оценить действительно масштаб этого вопроса. Да, к сожалению, вопросы уплаты элементов не утрачивают своей актуальности. Многие браки распадаются. И даже при нахождении семей в браке есть такие родители, которые не уплачивают средства на содержание своих детей. Что и говорить про тех родителей рождения брака. И родители тоже уклоняются от уплаты элементов. Один из родителей порой забывает о том, что забота о детях, их воспитание является равной обязанностью родителей. Данная норма, она закреплена в Конституции Российской Федерации. И также некоторые родители ошибочно полагают, что у них после расторжения брака остается только обязанность по содержанию своих детей. Но при этом забывают о том, что они также обязаны заботиться о детях воспитанием, образованием, чтобы ребенок получил достойное содержание и достойное воспитание. Но все-таки хотелось бы вернуться к вопросу, касающейся статистики в нашей республике. То есть сколько все-таки у приставов у нас исполнителей документов? По состоянию на 1 октября 2016 года в Управлении Федеральной службы студентов приставов по Чувашки-Республике на исполнении находится около 8 тысяч исполненных производств с исканием алиментов платежей. Из них порядка 3 тысяч исполненных производств приходится на должников, которые проживают на территории города Чебоксары. Я думаю, в этом случае необходимо все-таки разъяснить, а каковы же все-таки меры, которые могут быть приняты судебными приставами исполнителями к неплательщикам алиментов? Все-таки можно ли добиться действительно уплаты алиментов с помощью судебных приставов исполнителей? Каким образом? Во-первых, что хотел бы отметить, то что исполненные документы о взыскании алиментов платежей, они подлежат немедленному исполнению. Что это означает? Это то, что после поступления заявления и исполненного документа, судебные приставы обязаны в течение дня возбудить исполненный производство и передать вот это исполнение уже судебному приставу исполнителю, который будет непосредственно заниматься принудительным исполнением данного исполненного документа. Также срок для добровольного исполнения, содержащий требования исполненного документа, именно для должника, в общем порядке это 5 дней, а здесь уже с момента получения он должен уже явиться по данному постановлению для возбуждения исполнения производства судебного пристава исполнителю и предоставить соответствующие сведения. В постановлении там в том числе указывается и сведение размера алиментов, если есть задолженность, то сумма задолженность какая составляет, в том числе и требование перейти, предоставить сведения о местах работы, доходах, какие он имеет, в том числе и соответствую имущество, на которое может быть обращено взыскание. Хорошо, предоставил должник сведения о доходах и, соответственно, дальнейшие действия пристава какие? Что он должен, может предпринять? Здесь есть три случая, которые самые распространенные, я могу назвать. Это самый простой, это когда должник работает официально, который не уклоняется, он приходит, сообщает сведения о месте его работы и, соответственно, если отсутствует задолженность, судебный пристав исполнитель направляет на организацию по месту его работы для удержания вот этих периодических платежей. И, соответственно, организация там производит удержание и переселяет данные платежи взыскателю. Другой случай – это когда уже есть задолженность по выплате алиментов. В том случае уже судебный пристав исполнитель при направлении исполнения документов для удержания уже не оканчивает исполнение производства в случае, если сумма задолженности по алиментам составляет более 10 тысяч рублей. В этом случае судебный пристав исполняет, направляет обращать взыскание на заранную плату, что я говорил, и принимает меры по взысканию вот этой образовавшей задолженности. Но это мы сейчас дальше поговорим. Вот третий случай – это когда уже случай и должник и не является, и нигде не работает, и в том числе имеет большую задолженность. В этом случае уже судебный пристав исполнитель приходится предпринимать все меры, которые предусмотрены в Федеральном законе об исполнительном производстве. Это в том числе он должен будет направить соответствующие запросы о месте его работы, это через пенсионный фонд, через налоговую службу, в том числе о наличии его в счетах, чтобы в последующем можно было бы обратить взыскание именно на денежные средства. Также всевозможные запросы направляются в регистрирующие органы, чтобы получить соответствующие сведения о его имуществе. Это в том числе и в ГАИ, и регистрационную палату, ну и другие органы. То есть может быть обращено взыскание, в том числе на личное имущество должника, не только на его зарплату, но вот если у него есть задолженность большая, я так понимаю, могут арестовать и счета в банках, и наложить арест на имущество на его, и в конце концов его реализовать для того, чтобы рассчитаться с тем родителем, допустим, или с тем взыскателем, которому должны заплатить алименты. Хорошо. Допустим, должник не работает, не трудоустраивается, в Центр занятости, в Служба занятости на учет не встает, имущества никакого у него нет, либо он пытается сделать так, чтобы этого имущества у него не было, то есть определенным образом совершает определенные действия для того, чтобы приставу не на что было наложить арест. Вот какие-то еще меры предусмотрены законодательством? Существует ли какая-то либо ответственность за неуплату алиментов? Вот об этом хотелось бы поподробнее поговорить. Ну, что сказать насчет задолженности? Если должник своевременно не уплачивает алименты и не является судебным приставом, и не сообщает о месте работы его доходов, то судебный приставополнитель расчет производит по задолженности по алиментам, исходя из средней месячной зарплаты по Российской Федерации. На данный момент, на июль 2016 года данная сумма составляет 35 880 рублей. И, конечно же, если расчет производится по такой схеме, то, соответственно, задолженность получается у должника очень большая. Ему, в принципе, не выгодно. Да, ему не выгодно. Практически нетрудоустраивается, нигде не работает, потому что все равно долг копится. Более того, он рассчитывается из среднемесячной зарплаты. Я все понимаю, хорошо. Но он, скажем так, все это игнорирует, опять же, не работает, нетрудоустраивается. На долг, скажем так, ему все равно. Вот теперь, можно ли его привлечь к ответственности за неуплату алиментов? Вот самый главный вопрос, что интересует, в принципе, очень сильно. Да, есть такая возможность. В законодательной практике есть ответственность. Это как гражданско-правовая, административная и уголовная. Если говорить по гражданскому правовую, то это взыскание неустойки за несовременную оплату алиментов. В размере 1-2% образовавшегося задолженно на каждый день просрочки. И данное, если производить, взыскать данную неустойку, то это тоже сумма очень большая. Это идет, получается, нагрузку той задолженности, которая уже имеет... Все понятно, но вообще далеко не всех пугает суммы, задолженности, вот и гражданская правовая ответственность. Все-таки административная и уголовная ответственность. Вот об этом поподробнее хотелось бы узнать. Да, есть также и административная и уголовная ответственность. Вот с 15 июля 2016 года в Кодекс Росферации об административных пронарушениях внесены изменения. Дополнена новая статья. Это 5.35.1 Кодекса Росферации о административных пронарушениях. И в данной статье предусмотрена ответственность за неуплату родителям без уважительных причин. По исполненным документам, выданным судом, либо натуральное удостоверение соглашения уплаты алиментов, средств на содержание совершенных детей, либо детей совершеннолетних, которые являются недруспособными. А вот период какой-то должен быть для того, чтобы можно было привлечь к административной ответственности? Сколько времени должна быть не произведена неуплата алиментов? Данный период тоже указывается. Это период 2 месяца с момента возбуждения исполнительного производства. Либо если исполнительный производство находится у судебных пресс-исполнителей, то также они могут возбудить административное производство. И данный административное производство направляет в суде, который уже рассматривается и привлекает к административной ответственности. А в каких случаях наступает уголовная ответственность? Уголовная ответственность наступает в том случае, если должник в течение года продолжает уклоняться от исполнения обязанностей по уплате алиментов. Уже после привлечения к административной ответственности? Да, к административной ответственности. И наконец хотелось бы уточнить, все-таки санкция какая именно за неуплату алиментов, предусмотрена уголовным кодексом? Уголовный кодекс предусмотрена санкция по статье 157 Уголовного кодекс России и Федерации. И за данное правонарушение привлечения к уголовной ответственности как в виде исправительных работ, так и к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Это все на срок до одного года. Исправительная работа, я так понимаю, это то, что его заставит работать? Я так понимаю, да? То есть государственный орган заставит его работать. И это как бы выход для того, чтобы действительно алименщика заставить работать. И, соответственно, с его зарплатой будут, опять же, удерживаться определенные выплаты на алименты. Я правильно понимаю? Да, совершенно правильно. Хорошо. Ну, допустим, назначили ему уголовное наказание. Понятно, что судимость, в принципе, это очень достаточно серьезное последствие. Это достаточно серьезное пятно, которое остается на всю жизнь. А если он, даже получив исправительную работу, уклоняется от работы, фактически, то есть не идет на работу, которую мы определили, или государственные органы определенные. И вот тогда, в этой ситуации, есть ли какие-либо механизмы, которые могли бы понудить его, скажем так, исполнять свою обязанность по уплате алиментов? Хочу отметить то, что если человек привлекает к исправительным работам, к уголовной связи с исправительным работ, то данное наказание исполняется в уголовном плане инспекции. Они, соответственно, подбирают этому должнику соответствующую работу, которая согласовывается с органами местного управления. Это в том случае, если должник не работает. Если, конечно, он работает, то с этой зарплаты, которую он получает, у него удерживаются алименты. Но не пошел он работать на работу, которую мы определили органы местного управления по согласованию с уголовной спорта инспекцией. Вот какие-то меры могут быть приняты в дальнейшем? Могут ли, допустим, этот вид наказания заменен быть на более строгие, вплоть до лишения свободы? В том случае, если должник осужденный в этом случае, получается, уклоняется от исполнения наказания, то по представлению уголовной исполнительной инспекции возможно судом замена данного вида наказания на более суровый вид наказания. Это уже идет лишение свободы на определенный срок. Алексей Александрович, скажите, пожалуйста, даже если человек, допустим, отбывает наказание уже в виде лишения свободы в колонии, например, в колонии, опять же, он должен работать, правильно, оттуда устроиться. Есть такая обязанность, насколько я знаю, предусмотрена законодательством. А если он в колонии продолжает не работать и, соответственно, уклоняется от оплаты алиментов? Здесь можно как-то повлиять? Были ли случаи, когда привлекали уже осужденных даже, отбывающих в местах лишения свободы наказания за неоплату алиментов? Да, такая уголовная исполнительная кодекса предусмотрена, это статья 103, что осужденные, они обязаны трудиться в местах лишения свободы. И вот эта обязанность устанавливается, работа предоставляется администрации учреждения. Ну все понятно, осужденный не работает, соответственно, могут ли его привлечь к уголовной ответственности за неоплату алиментов? Вновь, еще раз. В практике у нас такие случаи были, когда должники находятся... То есть привлекались? Да. Спасибо, Алексей Александрович, за обсуждение столь важной темы. А еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по делам несрочнолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики Алексей Александрович Алешев. Как видим, проблемы, связанные с уплатой алиментов, не перестают быть актуальными. Почему-то забывают некоторые родители, что с рождением ребенка их обязанности не заканчиваются. Другой родитель довольно часто предпочитает нести эту ношу сам, не желая бороться за права своего ребенка. А зря. Ведь именно это его права и его кусок хлеба, который он недоедает. А жалеть такого родителя вряд ли правильно. Тем более, что все необходимые правовые механизмы для понуждения к исполнению...